В разгаре всех этих внутренних уходов-приходов-переходов летом 1969 года вышел второй альбом The Book of Taliesin. Сие события в Англии прошло почти незаметно. С одной стороны, на пластинке не было ничего, что привлекало бы внимание, с другой у администрации было забот по горло, ей было не до рекламной кампании. Из Америки шли сведения, что тетраграмматон, задолжавший кучу денег, был на грани банкротства. Убытки фирмы в 1969 году составляли почти миллион долларов, а к февралю 1970 – более двух миллионов. Дело в том, что пластиночная кампания была лишь отделением основной фирмы, а та вкладывала деньги в кинопроизводство. Фильмы проваливались один за другим, но владельцам нужно было поддерживать иллюзию успеха. Они по-прежнему содержали огромный штат, принимали посетителей в просторных кабинетах, изделили на лимузинах и летали только первым классом. Короче, деньги, на которые рассчитывали администраторы Deep Purple, из Америки не поступали. Для того, чтобы как-то выжить, пришлось организовывать максимальное число концертов. Англия, страна небольшая, на гастроли здесь ездят своим транспортом. На мини-автобусе, выкрашенном в пурпурный цвет и двух машинах участники Deep Purple, вместе с оборудованием, разъезжали на выступления. В будущем мы увидим, что нет худа без добра и что банкротство тетраграмматона пошло, в конце концов, на пользу диперпловцам. Но тогда, летом 69 года с оборотным капиталом было плохо, кривая заработков печально смотрела вниз. Ребята это, впрочем, волновало мало, их манили новые волнующие и интересные голубые дали. Они были вместе, им было весело, интересно и смешно. Для Роджера Гловера и Яна Геллана самым ободряющим было то, что к их песням отнеслись серьезно. Одна из первых песен, которую группа стала репетировать, была Speed King, король скорости. Несмотря на то, что новичкам пришлось выучить старый материал, группа вскоре репетировала свеженаписанное, все свои будущие классические номера. Еще до начала репетиции и выступлений ребята наняли большой речной катер и отправились в недельное путешествие вверх по Темзя. Взяли с собой кучу пластинок, инструменты, Ричи Блэкмор прихватил с собой духовое ружье. Усевшись на палубе, он стрелял в объекты, проплывавшие мимо по течению. На третий день катер бросил чалку у Виндзора, где неподалеку от реки, в фамильном замке, королевская семья обычно проводит лето. Волосатый снайпер на палубе привлек внимание бдившей полиции и Ричи вскоре предстал перед местным судом за употребление оружия. Менеджерам удалось инцидент замять, не в первый и не в последний раз. Долгими летними вечерами ребята обсуждали будущее музыкальное направление Deep Purple. Джон Лорд поделился своими планами. Он давно говорил, что мечтает написать сюиту для группы и симфонического оркестра, которую хорошо было бы исполнить в королевском Альберт-Холле. Менеджер Тони Эдвардс, выслушав однажды эти мечты, без разговоров позвонил в Альберт-Холл. Дело было в апреле, и снял помещение для концерта в сентябре, а потом заявил Лорду, что дает ему шесть месяцев на завершение проекта. Когда Джон понял, что Тони Эдвардс не шутит, то засел за сочинение музыки, используя каждую свободную минуту и часто просиживая ночами за партитурой. В прошлый раз мы остановились на том, что менеджер Тони Эдварда, узнав о думке Джона Лорда написать сюиту для рок-группы и симфонического оркестра, забронировал королевский Альберт-Холл и сообщил после этого Джону Лорду, что концертное исполнение его сюиты состоится через полгода, в сентябре 1969 года. Сознавая колоссальную ответственность задуманного мероприятия, Джон Уорт лихорадочно принесся за работу, зачастую просиживая за сочинением партитуры до первых петухов. Когда первая часть была написана, ее отнесли музыкальному издателю, надеясь, что тот поможет найти дирижера. И издатель оказался другом маститого доктора Малкольма Арнольда. По его просьбе маэстро приехал в Лондон, посмотрел на партитуру и, ввящему удивлению Тони Эдвардса, дал согласие дирижировать концертом. За три для доназначенной даты, 24 сентября, начались репетиции с симфоническим оркестром, три часа в первый день, пять во второй, пять часов в третий. Несмотря на то, что в оркестре было 110 музыкантов, то есть, полный симфонический оркестр с расширенной ударной секцией, один аккорд гитары Рича Блекмара без труда перекрывал их всех. Кроме технической проблемы звукового уровня, возникли трудности по части совместимости музыкальной и даже психологической. Выпускники консерваторий, потратившие многие годы на отачивание и шлифовку своего мастерства, с естественным негодованием взирали на группу длинноволосых недоучек, как им казалось, бесталанных выскочек. Сюита звучала скверно. Джон Лорд с трудом сдерживал слезы отчаяния. Тони Эдвард Пизе сидел в зале, тихо схватившись за голову. Вскоре в рядах почтенных симфонистов назрел мятеж. Одна дама из виолончельной группы, вскочив со стула, заявила во все слышание, что она не для того пришла в лондонский филармонический оркестр, чтобы играть с каким-то второразрядными Битлз, и в гневе покинула аудиторию. Положение. В общем, спас дирижер, доктор Аль Норт. Он велел оркестру перестать заниматься глупостями и постепенно, выверяя уровни группы и симфонического оркестра, притирая, так сказать, части друг к другу, сумел добиться нужного звучания. Концерт прошел с успехом, публика на бис потребовала повторить финал и аплодисменты в конце не смолкали четверть часа. Даже разгневанная виолончелистка подошла к Джону Лорду, извинилась и сказала, что получила удовольствие. Концерт в Альберт Холли вызвал благожелательные отзывы на самых разных уровнях. Журналисты, работники радио и телевидения поняли, что перед ними не просто группа музыкальных хулиганов, а думающие, даже быть может серьезные люди. Рок-публика, особенно передавая ее часть, поняла, что ей предлагают нечто большее, нежели традиционную развлекательную трехминутную песенку. Телевидение BBC засняло весь концерт. Ребята были приглашены на несколько телевизионных программ, чтобы рассказать о своих творческих побуждениях. Короче, из малоизвестной поп-группы Deep Purple превращались в коллектив уважаемых рок-музыкантов. Концерт в Альберт Холли разрешил. Кроме того, еще и существовавшие некоторые внутренние трения. Джон Лорд и Ричи Блэкмор представляли собой два полюса, Лорд тяготел к классической музыке и джазу, а Ричи был типичным рокером. Если раньше им приходилось отстаивать свою точку зрения в создании коллективной оркестровки той или иной композиции, то в этой сюите оба этих конфликтующих музыкальных начала в конце концов слились точно так же, как на репетициях звучание рок-группы постепенно органически слилось со звучанием большого симфонического оркестра. В начале 1970 года пластинка с записью «Сюиты» под названием «Кончерта» была выпущена в Америке и в Великобритании, однако по обеим сторонам Атлантики успех ее был более чем скромным. На этой стадии тираж пластинки, пожалуй, особого значения не имел, поскольку побочный ее продукт, статьи в газетах, телепередача и создание общественного мнения было важнее продукта основного, более того, относительный коммерческий неуспех концепции Джона Лорда позволил Ричи Блэкмору с большей силой проводить свою музыкальную политику и предлагать больше своего материала. С сентября 1969 по апрель 1970 года шла запись следующего альбома под названием «Dip Purple in Rock». С выходом этой пластинки «Dip Purple» безвозвратно становились группой тяжелого рока. Происходило то, чего Ричи Блэкмор подспудно добивался давно. Современный тяжелый металлический рок корнями своими уходит именно в этот период в музыку «Dip Purple», «Eleby Zeppelin», «The Who» и им подобных. Однако в 1970 году ни термин, ни так сказать, философия тяжелого металла еще не были изобретены. «Dip Purple» называли термином прогрессив, то есть прогрессивный, под которым подразумевалась серьезность и глубина намерений у музыкантов, их высокий уровень, в отличие от стандартных поп-музыкантов, наводнявших эфир и хит-парада. Несмотря на то, что запись пластинки была закончена к апрелю 1970 года, выпуск ее задержался на несколько месяцев, до тех пор, пока не утрясены были все проблемы с обанкротившейся фирмой «Тетрограмматон». Как говорится, нет худа без добра, именно в этом случае старинная поговорка засияла всей глубиной своей народной мудрости. Дело в том, что фирма была приобретена могущественной корпорацией Warner Brothers, и к лету 70 года Deep Purple не только получили все платежи по задолженностям, но и автоматически приобрели контракт с одной из самых мощных американских пластиночных фирм. Деятели из Warner Brothers, однако, особой радости по поводу творческого альянса с Deep Purple не выказывали, их интересовали в основном модные эстрадные певцы, доставшиеся им по наследству от тетрограмматона. Первый альбом, выпущенный в Америке через новую фирму, был и Live Concert, запись с лондонским филармоническим оркестром. По настоянию Warner Brothers группа прилетела в Америку, чтобы исполнить суету на огромной открытой площадке, так называемой Hollywood Ball, голливудской чаши. Кроме этого, было организовано еще несколько концертов в Калифорнии, Аризоне и Техасе. Дальше этого дела не пошло, с одной стороны, пластинки Deep Purple не создали группе массовую аудиторию в США, а с другой, их пластиночная компания не прилагала особых усилий для организации дополнительных концертов. По обычной установившейся схеме, успешные группы или певцы сначала выпускали свои пластинки массовыми тиражами, а потом уже публика шла слушать знакомые песни в концертном исполнении. В случае с Deep Purple дело обстояло наоборот, после смены состава они стали полнокровной концертной группой. Побывав на их представлении, публика забыть его не могла и обращалась к пластинкам Deep Purple, чтобы еще раз пережить услышанное. Именно этот процесс, начиная с лета 1970 года и происходил в Великобритании, группа завоевывала свою публику, что называется, в ближнем бою. 9 августа Deep Purple должны были заканчивать воскресную программу национального джазового фестиваля на Пламптонском ипподроме. Перед ними, по расписанию, должны были выступать ЕС. Всякий, кто бывал на концертах, знает, что заканчивать представление – наиболее почетное и ответственное дело, поэтому выступающим на концерте не все равно, в какой его части они выходят на сцену. Когда ЕС во время не вышли, организаторы фестиваля попросили Deep Purple выступить раньше намеченного времени. Ребята согласились, но в середине их выступления стало известно, что участники все же ЕС появились. Ричи Блэкмор, немедленно заподозрив театральную интригу, решил действовать по принципу «меньше чем меньше чем ни к пяде родной земли врагу». По его указанию рабочие сцены облили гитарные динамики галлоном бензина, насадили на длинную швабру горящую тряпку и ткнули этой тряпкой. Взрывной волной участников чуть не снесло со сцены и Ричи, продолжая играть на своей горящей установке, вынужден был опуститься на одно колено. «Мы должны были быть последними», – бормотал наш герой сквозь стиснутые зубы, – «и мы будем выступать последними». Закончить фестивальный день эффектно, на сцене, объятой пламенем, не удалось, потому что набежали пожарники и все опошлили своими шлангами и пеной. Более того, ЕС все-таки выступили, хоть и с некоторым опозданием. Из тысячи фунтов стерлингов, причитавшихся Deep Purple за выступление на фестивале, организаторы вычли крупную сумму за нанесенное повреждение. Надо заметить, что в этот период многие увлекались сценическим разрушенчеством. Самым известным был Пит Таунзенд из The Who, он в конце выступления неизменно разбивал в щепки свою дорогую заказную гитару. Его примеру следовал и Ричи, с той только разницей, что на последний номер он быстро и незаметно делал замену. Так что два его любимых инструмента, Fender Stratocaster и красный гипсон, за которыми он любовно ухаживал, оставались целы и невредимы. Для разламывания в Японии была куплена целая партия дешевых шестиструнок. Чтобы облегчить работу худенького Блекмара на следующий раз, после концерта рабочие чинили и клеили, известно, что склеенное не в пример легче разбить, чем новое. Выход пластинки Deep Purple in Rock был успешным, потому что публика, побывавшая на концертах, знала, чего от нее ожидать. По музыке, не по оформлению. На ее конверте все пятеро участников с помощью фототрюка были изображены высеченными в огромной скале. Во-первых, это игра слов, поскольку рок переводится еще как скала. Во-вторых, это намек на эпохальную значимость Deep Purple, в американском городе Рошмор в отвесной скале высечены многометровые лица пяти выдающихся американских президентов. На эту работу ушло более 20 лет. Несмотря на то, что альбом не поднялся выше четвертого места в национальном списке, он оставался в двадцатке популярных альбомов до конца 1970 года и в списке первых 30, до середины 1971. Вспоминая этот период, Роджер Гловер сказал, что с его точки зрения Deep Purple in Rock была лучшей пластинкой группы. В ней была свежесть, честность и непритворное отношение к своей музыке, которого в той же степени достичь больше никогда не удалось. Гастроли продолжались все лето 1979 года. Осенью, в середине ноября гастролировали в Скандинавии. И из города в город, как обычно, ехали на Большом Ягуаре. Аппаратура следовала на автобусе. Ни один из музыкантов водить не умел, их было пятеро в легковую с водителем, все они не помещались. Кому-то одному все время приходилось ехать с аппаратурой. На безлюдной дороге у автобуса вылетело ветровое стекло и оставшиеся 200 с чем-то километров пришлось ехать со встречным ветерком. Когда очередь дошла до Ричи Блекмара, то он завернулся в свое огромное пальто и, свернувшись калачиком, улегся на полу. На дороге показался попутный грузовик с соломой. Ее ветром несло в открытое окно, вскоре Ричи был похож на соломенную скерду. Пришлось нажать на газ и обогнать грузовик, но от встречного ветра давление в кабине повысилось настолько, что боковую дверь вышибло воздухом. Доехали с ветерком. Следующую пластинку The Fireball угненный шар начали записывать в начале 1971 года. Запись растянулась на полгода, потому что для студии выкраивали время между гастрольными поездками, закончили его только в июне. Финансовые дела группы пошли получше. Булгахтеры дали профессиональный совет и из налоговых соображений все последующие пластинки записывались за границей. The Fireball стал последним альбомом, записанным в Отечестве. Британские гастроли начала 1971 года проходили очень удачно. Единственной неприятной нотой на них была таинственная болезнь басиста Роджера Гловера. Как только он выходил на сцену, у него начинались колики в желудке. Доктор прописал ему успокоительное, валлиум, это не помогло. Роджер долго ходил к разным врачам, попал, наконец, к знаменитому специалисту, который после 10-минутной консультации сказал ему, что он абсолютно здоров, и выставил ему счет на 200 фунтов. Боли в желудке усиливались и подчас Гловер с трудом выставил до конца выступления, иногда на несколько минут его приходилось подменять. В отчаянии он подумывал уже бросить гастрольные разъезды, пока, наконец, по совету своего врача не обратился к гипнотизеру. Курс гипнотерапии снова сделал его здоровым человеком, как выяснилось, колики были вызваны подсознательным нервным напряжением. Однажды, когда Роджер кривился от боли, Ричи Блэкмор, подойдя к нему, подружески сказал, что если он умирает, то не мог бы он умереть на сцене во время концерта. Тогда кремацию трупа можно было бы включить в сценическое шоу. Любимым развлечением Блэкмора к этому времени во время долгих гастрольных переездов стала стрельба из рогатки. При слове «рогатка» вспоминается срезанная ветка, кусок резины от противогаза и язык от старых башмаков, ничего подобного. Здесь рогатки изготавливаются фабричным способом, самые дорогие модели имеют специальный упор на предплещи и прицел. Такие рогатки бьют далеко и с устрашающей силой. Чтоб не причинять никому телесных повреждений, Ричи Блэкмор стрелял крыжовником, предпочтительно спелым. Ему удавалось на 100-метровом расстоянии вышибать из рук невинных граждан газеты, сигареты сбивать с них шляпы. Развлечение это кончилось, когда мишенями оказались здоровенные мужики, рывшие дорогу. Они вскочили в свой ленд-ровер и пустились в догонку за музыкантами. К счастью, погоня застряла в транспортной пробке. Лимузину Deep Purple в CF удалось от них ускользнуть, иначе концерт, вероятно, пришлось бы отменять. Вернемся к пластинке. В июне запись альбома The Fireball была закончена. В июле, перед началом очередного американского турне Warner Brothers выпустили диск в Америке. В Англии он вышел в октябре. Писать музыку к пластинке на гастролях. Сказал потом Ричи Блэкмор. Безнадежное дело, единственная возможность представляется, когда кто-нибудь болеет. Итак, на дворе стоял июль 1971 года. Альбом The Fireball вышел в Америке. Группа гастролировала по США и Канаде. В прошлый раз мы остановились на пластинке Fireball. Огненный шар, которая в 1971 году поднялась на вершину британского списка альбомов. Оставалась она там, правда, недолго. Но все равно, репутация Диппер Пловцыев, как артиста в первой категории, была надежно закреплена. Гастроли в сентябре закончились концертом в лондонском Альберт Холле. Всех родителей наших героев посадили в королевскую ложу. Об успехе выступления можно судить хотя бы потому, что после него рок-группы в Альберт Холле были запрещены на вечные времена. На октябре-ноябрь 1971 года были запланированы гастроли в США, во время которых Диппер Пл должны были выступать красной строкой. После первых же трех концертов Ян Гиллан подхватил инфекционную желтуху. Гастроли пришлось отменить и только через два месяца. Слегка оправившись, Гиллан встретился с друзьями в швейцарском городе Монтро, куда они приехали записывать их следующую пластинку. Machine Head Первоначальную запись планировалось проводить на передвижной студии Rolling Stones Mobile. Студию намеревались поставить около концертного зала казино, провести от нее провода на большую сцену внутрь здания, где размещались бы музыканты с инструментами. В день приезда в казино был концерт Фрэнка Залпы и его группы The Mothers of Invention, все ребята пошли посмотреть. Во время концерта какой-то жизнерадостный идиот от избытка чувств пустил в потолок цветную ракету. Начался пожар, и хоть всем удалось выбраться целыми и невредимыми, здание казино сгорело. Записывать пластинку было негде. На дворе стоял декабрь, туристов было мало и вскоре за сравнительно небольшую сумму удалось снять целиком пустовавшую гостиницу Grand Hotel. Самым подходящим помещением оказался длинный Т-образный коридор, добираться до которого из студии приходилось через задний ход, кухню и пыру открытых балконных переходов. Пожар в казино вдохновил ребят на песню, которая впоследствии стала одной из самых известных композиций Deep Purple. Слова для нее, говорит Ян Гилом, Ян и бросал на бумажной салфетке, глядя из окна на озеро, над которым еще клубился дым догоравшего пожара. Название же песни приснилось Роджеру Гловеру во сне три дня спустя после пожара. Гловер проснулся посреди ночи, весь в поту, и почему-то громко сказал, «Смолк он за ивотер». Несмотря на технические трудности с записями, а может быть именно благодаря им, пластинка Machine Head удалась. Многие песни с нее стали классическими. Со временем она стала самым успешным альбомом группы и продалась общим тиражом в три миллиона. 1972 год был для группы очень напряженным. Ребята совершили пять туров по Америке и закончили бы шестой, если бы от инфекционной желтухи не свалился еще один Ричи Блэкмор. В конце 1972 года по числу продаваемых пластинок Deep Purple стала самой популярной группой в мире. Золотые диски шли со всех концов света в Лондон пачками. После перенесенной болезни Ричи Блэкмор был посажен врачами на диету. Во время гастролей ее было трудно соблюдать. В конце концов он купил себе переносную плитку и на манер советских эстрадных артистов принялся готовить себе в гостиничных номерах. В июле 1972 года Deep Purple вылетели в Рим для записи следующего альбома под названием «Hudu You Think VR». А кто мы такие? На этот раз дело не пошло, и не только потому, что от беспрестанных гастролей ребята были физически и нервно истощены, Ричи Блэкмор все более критически был настроен по отношению к Яну Гилану. В конце концов, 9 августа, ввиду явной бессмысленности, записи прервали и группа вылетела в Японию. Записи японских концертов августа 1972 года вошли в пластинку под названием «Made in Japan». Япония встречала Deep Purple в CF чуть ли не как национальных героев, цветы подарки, плакаты и транспаранты. Самое удивительное было то, что на концерте, после музыкального вступления, 12 или 13 тысяч зрителей, как один, запели хором на иностранном для них языке песню «Child in Time». После Японии вновь поехали в Америку. Именно во время этих гастролей Ян Гилан принял решение покинуть Deep Purple. По его мнению, группа остановилась в своем музыкальном развитии, выступления превратились в какие-то эстрадные концерты и со сцены, по его словам, они уходили даже не пропотев как следует. Дело не в поте, сказал тогда Ян Гилан, дело в том, что исчезло возбуждение. Пропал адреналин, не говоря ничего товарищам по группе. Ян Гилан написал в Лондон менеджерам Джону Калетти и Тони Эдвардсу письмо с заявлением об уходе. Уговорить его так и не удалось, но Гилан пообещал не делать по поводу ухода никаких публичных заявлений отработать гастроли и записи до середины следующего года. В октябре 1972 года группа поехала в Германию продолжать работу над альбомом Who Do You Think VR? Записывались все на той же передвижной студии Rolling Stones Mobile. Обстановка к тому времени в группе была довольно кислая, шутки и дураковаляния прекратились, из рогаток уже никто более не стрелял. Ян Гилан и Ричи Блэкмор не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. К тому времени Ян Гилан стал селиться отдельно, на самолетах с группой не летал, предпочитая любые виды наземного транспорта. Пластинка Made in Japan, выпущенная в декабре, была восторженно принята публикой. Именно в эти недели внешнего триумфа в лондонской штаб-квартире царила мрачная подавленность. Ян Гилан уходил, а Ричи Блэкмор и барабанщик Ян Пейс тоже поговаривали о создании собственной группы. Оставшиеся два человека, органист Джон Лорд и басист Роджер, Гловер вряд ли смогли бы воссоздать Deep Purple. Предвидя надвигающуюся катастрофу, менеджеры встретились с Джоном Лордом и Роджером Гловером и поставили перед ними задачу — сохранить группу любой ценой. После долгих бесед Джону Лорду удалось убедить барабанщика Яна Пейса не уходить. После того, как он согласился остаться, Ричи Блэкмору уходить тоже не было смысла. Он согласился остаться при одном условии — в группе должны произойти музыкальные перемены, нужен будет, в частности, не только новый певец, но и новый басист. На это требование пришлось согласиться. Таким образом, в начале 1973 года инициативная «тройка» приняла решение постепенно вытеснять и отстранять Роджера Гловера. Вскоре Роджер заметил, что ребята стали относиться к нему со странной прохладцей, перестали прислушиваться к его предложениям, не звали с собой. Состояние его становилось все более угнетенным. Дело дошло до того, что после одного из концертов репортер снял его в своей гримуборной в таком подавленном состоянии, что фотографию поместили в журнале с подписью. Вот для чего доводит рок-н-ролл. Наконец, в июне 1973 года, во время гастролей в штате Флорида, Роджер Гловер подошел к менеджеру Тони Эдвардсу и потребовал объяснения. Эдвардс сначала отвечал уклончиво, но Гловер настаивал, в конце концов пришлось признать, что Ричи Блэкмор остается в группе только при одном условии, Роджер Гловер должен уйти. Возмущенный и оскорбленный Гловер тут же подал заявление об уходе. Последний совместный концерт отыграли в Японии, в городе Осака, 29 июня 1973 года. После него Ричи Блэкмор подошел к Роджеру, пожал ему руку и сказал, что лично против него он ничего не имеет, но что его уход необходим из музыкальных соображений. Гловеру пришлось проглотить эту горькую пилюлю. Через несколько дней на нервной почве у него началось сильное расстройство желудка и по возвращении в Лондон он не выходил из дома три месяца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok